Великий бог гейминга сделал всех игроков разными, но материнские платы MSI с поддержкой на Химик немного уравняли их шансы. Как это работает? Вы устанавливаете аудиодрайвер и утилиту на Химик 2+, версии младше 2.5.28. Активируете Virtual Sound, подстраиваете под себя звук, ну или просто выбираете режим шутер. Заходите в последнюю вкладку SoundTracker, настраиваете позицию радара, его цвет и прозрачность. Заходите в игру, проверяете все ли ок. Должен появиться оверлейный радар, по контуру которого будет появляться стрелочка, указывающая на направление источника ближайшего или самого громкого звука. Зачем это нужно? Радар будет указывать направление на источник звука, как я уже говорил. Это поможет точнее определять местоположение противника. Владельцам классных гарнитур эта возможность не особо нужна, они и сами все прекрасно слышат. И у них явное преимущество над тем, кто играет с колонок или в очень посредственных наушниках. Ну или у кого вообще проблемы со слухом. Есть несколько нюансов. Издатель PUBG не очень одобряет этот софт, поэтому последние версии на Химик 2 Plus не поддерживают эту игру. Но поддерживают много других, например, Counter-Strike Global Offensive. Радар оверлейный, учтите это, если захотите транслировать стримы или записывать геймплей. ShadowPlay, IOBS и компани не видят радар. Утилита работает только с игровыми материнскими платами и ноутбуками MSI. Убедитесь, что ваша модель платы или лаптопа поддерживает на Химик. В общем, Нахимик Саундтрекер не даст явного преимущества в игре. Я как был раком, так и остаюсь даже с Нахимиком. Но эта утилита очень помогает, когда играешь с колонками или в очень нищенских наушниках. Ну или у тебя проблемы со слухом, а поиграть в Hype G прям очень хочется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова